Здравствуйте! Это программа специальное интервью в студии Василиса Ивашкина. У нас в гостях заведующая Одинцовским историко-краеведческим музеем Светлана Раханова. Поговорим сегодня о достижениях, чем живет и может похвастаться музей. И, конечно, в преддверии Нового года хочется узнать о планах. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Хотя говорить о планах, я думаю, у Вас не то, что о планах говорить, у Вас каждый день как новый день. Чем живет музей сегодня? Что Вы можете предложить своим посетителям? Музей живет бурной жизнью, и она, слава Богу, не затихает ни на минуту. Что такое историко-краеведческий музей? Это музей про нас с Вами, про жителей Одинцова, про тех, кто приехал в наш город жить, для тех, кто приехал в наш город в гости. То есть историко-краеведческий музей – это мы с Вами. Поэтому жизнь, она не может остановиться в историко-краеведческом музее, потому что мы с Вами живы, мы с Вами работаем, трудимся, живем в этом городе, изучаем его, любим. Поэтому жизнь кипит. Я так понимаю, что мы с Вами встретились в преддверии новой выставки, новой экспозиции. Это случится 15 декабря. Если я не права, поправьте меня. Что ждать? Потому что каждый год в Вашем музее выставка особенная. Это правда. Новый год, он совсем близко. Соответственно, мы это событие никак не могли пройти мимо него. У нас будет чудесная совершенно выставка, посвященная новогоднему карнавалу. Это совместная выставка с клубом «Винтаж». Горожане знают этот клуб, потому что они участвуют часто в праздниках городских и в городских мероприятиях. Но мы хотим показать этот клуб совсем с другой стороны. Мы хотим показать, что они не просто творческие люди, а они еще рукодельницы. Рукодельницы удивительные совершенно. Это люди, которые сейчас учат мазурку к Новому году, которые изучают вот этот чудесный, совершенно потрясающий новогодний карнавал. То есть им это все интересно. Просто Новый год всегда считается детским праздником. И родители стараются для детей. И, собственно, родители очень часто и шьют новогодние костюмы детям, совершенно забывая про себя. Мы хотим показать, рассказать, научить, а может быть даже кого-то заразить новогодним карнавалом. Можно будет что-то потрогать, что-то примерить, или вы эти секреты не раскроете? Обязательно. Будет фотозона, будут шляпки, будут очки, будут новогоднее настроение. Приходите. Это случится в это воскресенье в 12 часов. И до какого будет выставка? Это можно еще успеть на новогодних каникулах посмотреть? Я думаю, да, потому что выставка продлится до 30 января. Сейчас очень модно, чтобы музей был интерактивным. Как в библиотеке не должно быть тихо, в музее надо, ну не все, но желательно что-то потрогать. Расскажите, для чего это делается? Музей все-таки это хранилище. Это хранилище изучения. Поэтому трогать все в музее нельзя. Мы все-таки считаем, что есть удивительные вещи, которые нужно сохранить, и ни в коем случае их нельзя травмировать. Но совсем ходить, так сказать, маршем по залам совершенно не обязательно. Есть очень много предметов. Это могут быть ремейки, которые можно и потрогать, и пощупать, и даже померить. Но чтобы ощутить то время, ощутить, что это за предмет, потому что многие из этих удивительных вещей просто уже в быту не используются. Просто не используются и дети, и взрослые, и многие уже забыли назначение некоторых предметов. В этом году мы хвастаемся, потому что это очень приятно. У нас открылась экспозиция «Крестьянская изба», где, собственно, можно и посмотреть, и потрогать, и попробовать даже, можно сказать, чугунок в печку поставить. И это очень интересно, потому что, когда дети берут ухват, на котором стоит чугунок, а он пустой, без каши, они говорят, ой, как тяжело, ой, как же они это все делали. Делали. Вот так. Откуда котелок, чугунок, откуда ухват? Как набирают? Откуда вы берете материал для экспозиции? Наш музей, да, я говорю, что этот музей про нас, он уникален. Он уникален по-своему тем, что у нас все абсолютно предметы – это предметы дарения. Я уже ни в одном интервью это говорила, и повторю вновь, жители округа Одинцова и его гости – потрясающе добрые и щедрые люди. Потому что приносят предметы иногда такой красоты и такой уникальности, что даже удивляешься и говоришь, а может, вы подумаете, может, вам самим еще пригодится. Они говорят, нет, это наш музей, мы хотим это подарить. И дарят нам эти предметы. Поэтому все, что в музее есть, это все предметы дарения. А как понять, что у меня дома находится именно та вещь, которую я могу подарить музей, чтобы будет она вам ценна? То есть к вам можно прийти с этой вещью? Конечно. То есть это все просто настолько, что пришел показательный? У нас есть специалисты, которые тут же предмет оценят на первый взгляд. Естественно, оценка будет позже, как и любая музейная вещь, она проходит какую-то определенную проверку. Но на первый взгляд сразу вам скажут, ну как бы, что это за вещь. И обязательно дадут вам время подумать. Потому что бывает так, что человек приносит, мы ему начинаем рассказывать про эту вещь, он говорит, ой, да это же вещь моей бабушки. Ну вот, может быть, все-таки я своим внукам оставлю. Но практически всегда 99,9% они возвращаются и дарят такие-то вещи. Все-таки, да. А кто к вам приходит в гости? Кто ваши посетители? Это обязательно экскурсии из школ, садиков? Или это же просто, например, гости нашего города? Часто приходит музей все время с посетителями? Да. Мы не можем пожаловаться на отсутствие внимания. Ну, во-первых, школы. Это, конечно, наши любимые посетители. Это, конечно, пенсионеры. Не менее любимые посетители. Сейчас мы стали проводить экскурсии в программе «Активное долголетие». К нам приезжают гости из других районов. Мы с удовольствием их принимаем. Но сказать, что у нас только группы, это нет. Наши посетители – это и просто люди, семьи, которые приходят в музей просто, чтобы провести свой досуг. Музей устраивает много праздников в течение года, где приглашаются абсолютно все жители города. У нас есть люди, которые только приехали в наш город, только недавно стали жителями нашего округа. И им интересна история нашего района и округа. Они приходят и спрашивают, интересуются историей. То есть у нас охват абсолютно все категории населения. И отдельная наша любовь, отдельное наше сердце принадлежит, конечно, детям особенным, детям удивительным. В течение года у нас несколько программ идет с инклюзивным клубом «Изумрудный город». Ребята помогают нам увидеть мир, так как мы его, может быть, и не видели, или, а может быть, что-то вспомнить из своего детства, потому что это удивительные дети. На ваше усмотрение, в 2019 году самая яркая экспозиция? Ой, мне трудно, потому что каждая экспозиция – это кусочек жизни, кусочек сердца. Мне трудно сказать. Но, наверное, чтобы никого не обижать, я скажу то, что мы сделали в этом году впервые. Впервые мы участвовали в огромном проекте, который называется «Я рисую Подмосковью», посвященный 90-летию. Мы вошли в каталог, наши дети заняли призовые места. Это был большой праздник на территории музея. Потом были выставки в художественной школе на Крымском валу наших победителей. Дети были награждены, организации художественной школы были награждены грамотами от Министерства культуры Московской области. И я считаю, что в этом большом проекте есть и наша маленькая победа. Мы очень довольны, что мы участвовали. Мы очень довольны, что нас отметили. И мы получили огромное удовольствие от этого проекта. И надеемся продолжать эту традицию чудесную. Участие в проектах выставки абсолютно разнообразны на любой вкус и цвет. И посвященные большим праздникам. И нашей истории, истории нашего края. Как приходят в голову? Кто этот мозг, который выдумывает эти выставки? Чтобы они были действительно актуальны, чтобы здесь была и история, и изюминка. Чтобы настолько увидеть восхищенные глаза посетителей. У нас, знаете, в музее работают особенные люди. Наверное, любая организация может сказать о себе так же. Но в музее люди работают удивительные. То, что им приходит в голову, это всегда радость. У нас идей больше, чем воплощений. Поэтому у нас недостатка в идеях нет. У нас королевство побольше. А идеи, даже не знаю, как они приходят. Они приходят вплоть до того, что может прийти сотрудник утром и сказать, я не спал всю ночь, я вот придумал то-то. И мы собираемся, начинаем об этом все обсуждать. И рождается очередной бриллиант. Но для ваших идей, я так понимаю, что еще, наверное, нужны партнерские отношения с кем-то. То есть иногда вы не самостоятельно делаете экспозиции. С кем сотрудничаете очень плотно? Мы сотрудничаем, конечно же, с нашими двумя любимыми музеями, с нашими партнерами. Уже не первый год мы сотрудничаем с ними. Это Звенигородский музей. У нас экспонируется сейчас выставка Николая Николаевича Жукова из собрания Звенигородского музея. Также мы принимаем участие во всех абсолютно мероприятиях, связанных с Пушкиным. Это на поляне Захарова. С удовольствием принимаем участие. Пишем пером, рассказываем, как это было. Что Пушкин любил писать пером больше, гораздо чем ручкой. И писал всегда пером. И это известно. И этот год, опять же, тоже ознаменован тем, что в этом году 220 лет нашему великому поэту, который подарил нам язык, на котором мы с вами сейчас говорим. И у нас, конечно же, есть выставка. Она у нас с 6 июня открыта. И будет до конца года, который называется «Пушкин – наше все». Нам помогли наши друзья из Захарова. Дали нам много идей. Особенную благодарность хочу сказать директору Рязанову Александру Михайловичу, который, вот кто фонтанирует идеями, так фонтанирует. И мы сделали небольшую, но очень смешную выставку, посвященную юбилею Пушкина. Там предметы бытовые. То есть Пушкин в елочных игрушках. Пушкин в картинках. Пушкин на платках. Пушкин для украшения дома статуэтки. Пушкин в книгах. Пушкин в медалях. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы показали, что Пушкин действительно до сих пор в нашей жизни очень часто есть. И мы все время призываем... Так как эта у нас выставка очень пользуется популярностью среди маленьких детей. И всем мамам, папам, дедушкам, бабушкам мы все время говорим, начинайте учить детей читать именно Пушкина. Пусть первая книжка, это будет стихотворение Пушкина. И тогда ваш ребенок будет знать русский язык на пятерку. И никакие ЕГЭ ему не страшны. Еще очень интересная выставка у вас была с театром. Да. Год театра, конечно же. Год театра. Этот год, он был посвящен театру. И у нас была театральная выставка. Удивительная и прекрасная. Интерактивная. В рамках этой выставки были прочитаны лекции режиссером Светланой Лапшиной. И также был у нас в гостях театр на ступенях. То есть у нас был разыгран спектакль прямо на ступенях нашего дома. А выставка называлась сейчас просто «Царь Алексей Михайлович и русский театр». То есть мы ушли глубоко, глубоко, корнями. И когда мы рассказываем о театре, как он зарождался, откуда он взялся и что это такое, что это за культура театра. И мне очень радостно, когда дети, услышав экскурсию или побывав на лекции у Светланы Лапшиной, говорили, а мы пойдем в театр. Это самое главное. И не важно в какой, а важно, что пойдем. То есть это мотивация определенная. Конечно. Увидеть выставку. Да, оторваться от смартфона, оторваться от телефона, от компьютера и пойти увидеть своими глазами, как играют настоящие живые актеры. Как удивить наших детей? Ведь к вам приходят дети абсолютно разных возрастов, и видно, что они с таким изумлением смотрят на экспонаты, которые у вас представлены. В чем секрет? Поделитесь. Для родителей поделитесь, в чем секрет? Ну, секрет здесь на самом деле очень прост. И родителям, учителям я бы пожелала не лениться, а ходить по музеям, ходить в театры, ходить в картинные галереи, воспитывать в ребенке чувство прекрасного на подлинниках. Не в смартфоне посмотреть картинку Репина, а пойти, тем более, что Москва недалеко, и посмотреть эту картину вживую. Дети сейчас оснащены гаджетами так, что, наверное, уже даже страшно подумать, как это будет развиваться индустрия дальше. Но ничего не заменит живого общения, ничего не заменит взгляда в глаза в глаза. То же самое с культурой и с искусством. Нужно идти и смотреть настоящее. А потом, даже если эту же картину вы увидите в интернете, у вас все равно останется чувство, которое вы увидели, когда увидели подлинник. Поэтому наш музей не исключение. Мы просто еще маленькие, мы развиваемся, у нас еще много впереди планов. Но когда рядом Москва, когда есть музеи, которые ждут, пожалуйста, туда тоже нужно ходить и воспитывать детей. И тогда они будут воспитывать своих детей. Они тоже будут с ними читать Пушкина, ходить по картинным галереям в музеи. Они будут ходить на интерактивные программы, и они будут уже воспитывать своих детей людьми. С какого возраста надо начинать? Я бы посоветовала лет с пяти. До пяти, конечно, детям очень трудно. Есть, конечно, уникальные совершенно воспитатели, которые приводят детей-малышей. Но малыши не должны быть в музее больше получаса. Они устают, им тяжело. Но, тем не менее, такие программы тоже существуют. Малыши в музее. Мы тоже принимаем детей из детских садов. И мы объясняем и родителям, и воспитателям, что больше получаса, до пяти лет, очень трудно воспринимается информация. Тем более информация новая, в необычном месте. Это для ребенка очень много впечатлений. И хочется, чтобы эти впечатления были положительными. Положительные впечатления на 2020 год. Что мы получим? Расскажите, хоть раскройте нам несколько секретов. Ну, секреты, наверное, все. Мне будет трудно вам раскрыть, потому что планов-то много. А как они будут осуществляться, мы посмотрим, насколько хватит нас задора. Но мечта и идея у нас следующие. Мы очень хотим устроить фестиваль. Фестиваль на территории музея, посвященный глине. Почему глине? Да потому что наша Одинцовская земля, к сожалению, не богата ни нефтью, ни бриллиантами. А может, к счастью. А может, к счастью. Но глины у нас достаточно. Предостаточно. Да, достаточно. Все, кто имеет дачи, они прекрасно знают наши земли. И поэтому мы хотим поговорить о глине уникальным образом. Мы хотим рассказать о ней, что это не только кирпич, не только дома, а это и посуда, это и красота, это и музыкальные инструменты, это и лечение, это и украшения, это и, в общем, такие вещи. Даже есть театр глиняные игрушки, даже есть в Москве. Мы тут недавно познакомились с совершенно потрясающими людьми. И рассказать о глине, насколько она прекрасна. И ничем не хуже, чем бриллианты. Ничем. В мае мы присутствовали на открытии выставки «Победный май». Потрясающие картины, написанные руками детей. Что ждать на 75-летие Победы? Я думаю, 100% вы подготовили замечательную программу, замечательную выставку. Да, мы будем делать, конечно же, выставку. Выставку мы будем делать именно радостную. Именно она будет посвящена Победе. Настроение будет такое приподнятое у этой выставки. И хочется, чтобы оно было таким триумфальным. Но мы уже сейчас начинаем подготовку. Мы участвовали в пятом эстафете «Салют Победы». Символы Победы будут храниться в нашем музее целый год. Сейчас они путешествуют по школам и детским садам. И в январе месяце приедут к нам в музей. Целый год будут там экспонироваться. И выставку, которую мы готовим, она будет действительно очень хорошей и очень крепкой. Мы не буду все вам планы рассказывать. Потому что, ну и даже из каких-то, может быть, суеверных изображений. Но то, что мы сейчас, ну, во-первых, 75 лет Победы. Это уже такая дата, которая не может оставить равнодушным никого. Мы народ-победитель. Мы потомки тех, кто воевал. В каждой семье есть своя история Победы. И для нас это очень все важно. И в Одинцово тоже есть герои, о которых мы обязательно расскажем. Обязательно. И дадим слово людям, которые захотят рассказать о своих семьях, о своих победителях. Я желаю вам успехов. Спасибо. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.